Добрый день, уважаемые зрители! Продолжаем цикл передач, посвященных партнерскому маркетингу и тема нашего сегодняшнего выпуска Воу-товары – вечный источник для заработка. Гостем нашей студии является Антон Глушков, генеральный директор партнерской сети CTR. Привет, Антон! Привет, Денис! А что такое Воу-товары? Вообще, Воу-товары – это товары импульсного спроса. Это такие вещи, которые тебе в данный момент не нужны, но когда ты их видишь, ты понимаешь, что они тебе стали жизненно сейчас необходимы. Можешь привести пример этих товаров? Да, это такие товары, как ягоды Годжи, жидкий каштан, экономители всевозможной энергии или топлива. Для непосвященных, как понять, чем отличается Воу-товар от инфо-товара, от товара почты? Ну, как правило, Воу-товары и товары почты – это одно и то же. Инфо-товар – это товар, который нельзя потрогать, он не физический. Это товар, который тебе присылают на диске или ты можешь его скачать по какой-то ссылке, каким-то файлом. Воу-товар – это физический товар. А как-нибудь их можно разделить или по какому-то принципу объединить эти Воу-товары, чтобы можно было хоть как-то ориентироваться? Инфо-товары – это 25-й кадр, который позволяет с помощью одноименной методики худеть. Ну, и аналогией являются какие-нибудь ягоды Годжи или другие похуделки. То есть, мы берем какую-то проблему, связанную с человеком, и в рамках нее существуют эти товары. Как здесь с многими этими товарами у людей присутствует некое ограничение внутреннее? И как можно вообще это рекламировать, с одной стороны? А с другой стороны, наступает закон о рекламе в пункте рекламы медицинских услуг. Как вы к этому относитесь и как вы этот барьер внутри себя переступаете? Здесь это достаточно сложный такой вопрос. Но тут есть некая черта, которую каждая партнерка или каждый адвер, который рекламирует, решает для себя сам, переступать ее или нет. Сейчас есть на рынке товары, которые действительно позиционируются как лекарственные средства, такие как, например, монастырский чай, который лечит диабет, СПИД или другие заболевания неизлечимые. Мы к этому относимся негативно. А есть такие товары, которые, в принципе, точно не наносят вреда человеку, они не заставляют его поверить в то, что это его вылечит, но, тем не менее, могут иметь какое-то положительное действие. Потому что, например, товары, такие как ягоды Годжи или жидкий каштан, в них нет ничего вредного. Ну, это какой-то заряд витаминов, который будет человеку только полезен. То есть, вы все-таки для себя некий обман и недоговор различаете. Да, конечно. Бывает так, что один вебмастер специализируется на одной проблематике и, соответственно, работает в трех-четырех партнерках и везде миксует то один товар, то другой берет. Да, но поскольку вебмастер располагает одним количеством оборотки, он будет заниматься в данный конкретный момент тем товаром, который приносит ему на этой оборотке больше денег. Но сказать, что, например, вебмастер занимается именно одной проблематикой сложно, потому что, если он увидит прибыль большую и больше профит в другом вопросе, он перенесется на другой товар. То есть, специализации для вебмастеров в рамках одной проблемы, диета, либо экономии нет. Вебмастера достаточно универсальные. Да, если речь идет об арбитражниках, это так. Но мы можем выделить отдельный канал трафика, такой как социальные сети. Если у тебя группа, посвященная диетам, или ты знаешь, что там 80% женского трафика, достаточно сложно будет на ней крутить экономители топлива, которые рассчитаны на мужскую аудиторию. Поэтому для них можно сказать, что да, это люди, которые работают с женским трафиком. Как, кроме обращения в службу поддержки, в мастеру понять, что этот товар сейчас актуален, что этот оффер, с ним стоит начать работать, и вообще у него там неплохой профит? Ну, есть система аналитики тизерных сетей. Сейчас появились системы аналитики социальных сетей, в которых можно увидеть, какие посты выкупаются или какие тизеры крутятся. По этим топам, на самом деле, многие мастера ориентируются, что сейчас стоит покрутить. Ну и также можно посмотреть на каких-то ключевых площадках, какие тизеры сейчас находятся в топе, и таким образом определить, если не обращаться в службу поддержку, какие офферы сейчас в топе. Ну и зайти на сайт почти любой партнерской программы, на Морте всегда есть топ-оффер. Какие источники трафика вы принимаете у себя в системе и наиболее распространены среди вы мастеров? На самом деле, товарная партнерка хороша тем, что тут можно принимать практически любые источники трафика. Сейчас самый распространенный источник – это тизерные сети всевозможные. Система таргетированной рекламы в социальных сетях, сами социальные сети, реклама посредством пабликов, постов в пабликах. Есть некую долю занимает мобильный траф, выкуп с мобильных сетей, сетей мобильного трафика. Ну и, наверное, все. А, ну и еще небольшая доля имейл-маркетинга. Контекстная реклама? Да, да. Контекстная реклама, у нее, правда, есть небольшая особенность. Она хорошо работает, когда товар уже раскачался. То есть, о нем есть информация, и люди начинают искать его в поисковиках. В особенностях работы с товарными предложениями обратил внимание, что всегда есть какая-то прокладка. То есть, при работе с обычными товарами, с обычными магазинами такая история редко складывается. С чем это связано? Ну, это вызвано тем, что пользователь никогда об этом товаре не слышал. То есть, он не ищет этот товар в данный момент в поисковике, скорее всего, и пришел он на этот товар с какой-то тизерки-дразнилки. Вот, где он увидел, что, чтобы ему похудеть на 5 килограмм, ему нужно лишь, и он переходит на эту прокладку. На этой прокладке при лэнде он видит какую-то успешную историю человека, который был с такой же проблематикой, как и он, с такой же проблемой. Например, с лишним весом, но, воспользовавшись вот этим товаром, он ее избежал. Там же он видит комментарии других людей, которые последовали примеру основного автора статьи и также решили свою проблему. Тут он понимает, что неплохо было бы ему тоже посмотреть, что это за товар. И тут он видит ссылку, где можно купить именно оригинальный товар, не подделку. Он переходит и видит, что еще этот товар стоит немного денег, а может кардинально решить его проблему и изменить его жизнь. Поэтому при лэндинг, ну или как называется прокладка, в данном случае служит инструментом для повышения конверсии. То есть, если бы в лоб лить, то эффективность на порядок ниже? Да, да, это абсолютно факт, который проверен на практике, что лить через прокладку в 90% выгоднее, чем лить на лэндинг. В большинстве аферов, которые присутствуют в разных партнерских сетях, есть дефолтные промо-материалы. Там относятся баннеры, тизеры, все самые прокладки. Насколько они дефолтные, интересные, либо основная часть веб-мастеров берет и кастомизирует свои собственные, вкладывает в какие-то креативы, знания, опыт и уже потом льет непосредственно по своим партнерским срокам. Здесь зависит этот вопрос от уровня и опыта самого веб-мастера. Если он может сделать что-то свое, то он это обязательно сделает, потому что если ты льешь при помощи оригинальных промо как-то своих прокладок или лендингов, ты получаешь больше ROI и больше профит, чем те люди, которые идут по протоптанной дорожке. Но если смотреть по статистике, наверное, все-таки 80 или 90% трафика приходит через те прокладки и лендинги, которые делаем мы, поскольку все-таки опыт у нас здесь значительно хороший, и сами промо-материалы получаются на уровне. То есть можно сказать, что если веб-мастер умеет работать с тизеркой и льет через вашу прокладку на ваш товар, то он будет априори в плюсе. Ну, априори в плюсе быть достаточно тяжело. Все-таки зависит от того, какие промо-материалы, промо имеется в виду в тизерах, ты используешь. Но, как правило, да, потому что мы имеем возможность подсказать веб-мастеру направление, подсказать самые конвертищие связки всегда. И, зная эту информацию, он будет более успешен, чем без нее. Несколько слов про рынок в целом. Как ты оцениваешь суточный объем по рынку ву-товаров? Ну, мы пытались, на самом деле, прикинуть эту цифру. Исходя из того, что мы видим в своей статистике, примерно представляя, как работают наши конкуренты по слухам, вот, я думаю, сейчас это в районе 60 тысяч лидов дейли, именно лидов, вот, ну, возможно, до 100 тысяч, но порядок цифр примерно такой. То есть, в районе 60 тысяч входящих заявок в сутки имеется на рынке? Да, да, я думаю, где-то так. Возникает следующий вопрос, а какая маржинальность этого бизнеса для партнерской сети? Маржинальность этого бизнеса, несмотря на то, что здесь идут достаточно высокие отчисления, и многие думают, что стоимость самого товара, она достаточно низкая, то маржинальность должна быть высокая, но это такое заблуждение, поскольку я точно знаю, что маржинальность этого бизнеса 10-15%, в отличие от сетей, которые работают, например, с магазинами и банками, где маржинальность фиксируется в районе 25-30%. То есть, это мало того, что это товар с сомнительной репутацией для всего рынка, так он еще и в низкомаржинальной. Ну, следующий возникает автоматический вопрос, а сколько же имеет суточную выручку вебмастера, или сколько в среднем они лидов поставляют? Ну, у нас нет сейчас таких супер-топ-вебмастеров. Наши вебмастера топовые делают в районе 600 лидов в сутки, и оборот составляет в районе 250 тысяч рублей. Это выручка. Какова их маржинальность, мы, конечно же, не знаем, они нам это не рассказывают, но если они работают стабильно, значит маржинальность у них есть. Просто тут надо понимать, что маржинальность партнерки и маржинальность вебмастера, она может быть разная. Вебмастер может работать на марже 100%, и 200%, если у него есть хорошая тема. А почему ты так скромно сказал, что это не топовые, а на твоем понимании топовые? Есть вебмастера, которые делают тысячу лидов. То есть в два, в три раза больше? Ну, скажем так, в два. Я не знаю тех, кто делает две тысячи, но знаю тех, кто делает тысячу лидов в дейли. Ну, соответственно, прикидывайте, 200-250 тысяч рублей иметь на входе в день, это по району полутора миллионов в неделю. Да, да. 6 миллионов в месяц, это уже такой хороший вебмастер-то. Да, это хорошие вебмастера. А большое количество вебмастеров активных в партнерской сети? На данный момент у нас около 10 тысяч, наверное, закрестированных партнеров. Ну, и говорить о активных, это где-то 10-15 процентов тоже. То есть определение активного вебмастера? Ну, который стабильно работает. Стабильно он, допустим. Один лид в день он приносит? Да, но если он стабильно приносит один лид в день, то это активный вебмастер. Но таких немного. То есть льют либо 10 лидов... Больше, но большинство это хвост там из вебмастеров, которые делают 10-20 лидов. Насущная проблема, особенно с учетом, что вы работаете за заявку, это фрод. Ну, мы работаем не совсем за заявку, у нас сиофер работают за подтвержденную заявку, но тем не менее проблема фрода имеет место. Как вы с ней боретесь? Сейчас в последнее время случилась такая некая волна фрода, поскольку появились коучеры, которые учат новых вебмастеров не зарабатывать, а именно заниматься накруткой цепи сетей. Сейчас нам пришлось для новых вебмастеров сделать не простую регистрацию, а собеседование с саппортом, то есть он отвечает на вопросы, мы смотрим, откуда он пришел, если он ничего внятного сказать не может, мы с этим вебмастером пока работать не готовы. Ну, и в ближайшем будущем партнерка станет закрытым и будет работать по приглашению. Правильно я понимаю, что в принципе партнерский маркетинг в России уже не требуется такое количество вебмастеров, чтобы работали, потому что там достаточно, если в сети, условно говоря, 100 активных вебмастеров, каждый из которых делает по 100 лидов в день, это уже закроет 90% проблем, и история с фродом исчезает сама по себе как класс. Да я не могу сказать, что это так, мы рады всем вебмастерам, лишь бы они работали по-честному. Вебмастер так или иначе честно приносит деньги и сам зарабатывает, поэтому мы не отказываемся сотрудничать с честными вебмастерами. А если честный новичок приходит, говорит, я ничего не умею, я вот только, не знаю, прошел тренинги по таргетированной рекламе и вот решил взять ваш оффер по лидерам. Ну, есть такие же офферы в других сетях, можно попробовать и прийти. Есть же, например, закрытый клуб ЦПА Клаб, куда тоже не пускают ребят со слабыми статами. Вот, ну, и вот этот вот вебмастер, это исключение один из ста, который пришел попробовать, а не пришел нафродить. Нет, тут вопрос всего лишь что. То есть я должен, прежде чем как вам стартануть, я должен скрин показать из другой партнерки? Да, да, из другой партнерки с источником своих трафика. Чтобы видно было, как эти деньги тратятся и во что они конвертируются. Ну, то есть мы все-таки приходим к старой доброй истории. Зачем вкладываться в инструменты Фродо? Лучше вкладываться в людей и привлекать целенаправленно тех людей, кто умеет работать. Да, 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 конечно. Понятно. Ну, я обратил внимание, такой тонкий момент, что тебя на самом горизонте увидел несколько лет назад. И за это время как бы сменил несколько компаний, в итоге вышел на позицию генерального директора в партнерской сети. Как ты вообще ощущаешь рынок партнерского маркетинга с точки зрения наемного сотрудника? И он вообще развивается? То есть количество специалистов растет, их уровень поднимается? Количество и качество специалистов действительно растет. То есть тех, которые работают, которые самосовершенствуются и развиваются. есть люди, которые топчутся на месте, их устраивают работать аккаунтом и заниматься одним и тем же, которые не хотят учить ничего нового. Есть те, которые развиваются, изучают новые, общаются с людьми. Так что, да, качество рынка так или иначе улучшается. Давай твой секс-историй. Ты пришел в партнерский маркетинг кем? Я пришел в партнерский маркетинг работать менеджером по контекстной рекламе. Я не знаю ничего о контекстной рекламе. А сейчас ты генеральный директор одной из партнерских сетей. Сколько у тебя времени заняло восхождение на Олимп? Четыре года. Я считаю, что за четыре года с нуля на топ-уровень управления компанией это достаточно серьезная такая заявка на успех. Это потому, что рынок так быстро развивается? Или тебе все время беспокойство, поиск чего-то нового тебя мотивировал на рост? Тут оба фактора важны. Всегда не хотелось сидеть на месте, не хотелось овощиться. Но и рынок действительно развивается очень быстро и в плане технологий, и в плане роста объема этого рынка. То есть, когда мы приходили как такового ЦПА в России, его было мало, ведущие площадки работали за ЦПМ и по кликам с теми же банками. Мы звонили им по телефону и рассказывали, как продавать заявки. На твой взгляд такой вопрос. Мастера постоянно спрашивают, в какую историю можно вкладываться в долгосрочной перспективе? То есть, инвестируют в создание своего сайта, инвестируют в создание группы, не знаю, e-mail рассылка свою собирать, YouTube канал и прочее. Можно ли отнести, что вот вовы товары, что бы ни случилось, будь то там в стране все шоколадно или в стране кризис, это товары, которые будут всегда востребованы? Ну, я думаю, да. Это так, потому что даже за это время коротко, что я ими занимаюсь, около года, я вижу, что именно качество самих товаров и подход людей, которые их продают, уже меняется. И если смотреть за этой тенденцией, то в будущем тоже будет улучшение качества этого рынка и придут просто на смену другие, более качественные продукты, которые будут дальше продаваться. Понятно. Место новичкам-то есть? Те, которые нас посмотрят, вебмастера, они поймут, что да, я буду выбирать в качестве основной стратегии, допустим, не мобайл, а вов товары. Или все-таки вы так и так поджались и школьники нам надоели, мы лучше более проверенными ребятами. Мы подскажем вебмастеру, который заинтересован зарабатывать деньги, как это сделать, и места хватит всем. Отлично. Спасибо, что нашел время, пришел к нам в гости. Спасибо вам, что посмотрели наш выпуск. Я надеюсь, вам было интересно увидеть новое лицо на нашем рынке и познакомиться с еще одним специалистом, который всего лишь за 4 года от новичка поднялся до генерального директора. Вы также познакомились с партнерской сетью, которая строит для себя большие амбициозные планы и хочет вырасти в одного из лидирующих игроков этого рынка. Всего доброго, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова